4 градуса по Цельсию, 2 метра в секунду ветер и 59% влажность. Это говорит нам о том, что будут прекрасно просматриваться все мишени, все цели не только нам, зрителям, но и, конечно же, экипажам. Поэтому ждем высоких результатов. Итак, в этом заезде выступают вторые экипажи Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана и Казахстана. Первые экипажи команд уже выступили, выступили все абсолютно. Вчера, в день открытия танкового биатлона, началась череда выступления вторых экипажей команд. В индивидуальном зачете должны выступить все экипажи, выступают они по одному разу. Второй попытки не будет. Итак, судьи в этом заезде. От Казахстана Талгат Сапарбаев, от Узбекистана Исмаил Наврузов, от Венесуэлы Луис Карона и от Вьетнама Дан Куанг Дьонг. Четыре танка в этом заезде. Все четыре огневые дорожки будут заняты. Дорожки пронумерованы справа налево. Первая, вторая, третья и четвертая соответственно. Итак, в это же время сегодня будут сдавать нормативы по технической подготовке представителей Китайской Народной Республики. Нововведение в правилах танкового биатлона в ходе индивидуальных заездов сдаются нормативы. Но на этом мы остановимся немного позже. Два норматива нужно сдать по замене гусеничного трака и подготовка танка к самовытаскиванию с помощью бревна. Команда Китайской Народной Республики, так как прибыла на своих танках, собственно издает нормативы на своих танках. На правом фланге танк зеленого цвета, Республика, Казахстан. Командир танка, старший лейтенант Сиджан Кабланулы. Наводчик-оператор, сержант Бауржан Бугибаев. И механик-водитель Жанур Жумабаев. Казахстан, второй экипаж. Вторая огневая дорожка, танк красного цвета. Командир танка, капитан Шавкат Мамадеров. Наводчик-оператор, старший лейтенант Фарух Мерсаликов. Механик-водитель, младший сержант Шахзот Дусмуродов. Узбекистан, второй экипаж. Третья огневая дорожка, танк желтого цвета, Боливарианская Республика, Винишелла. Командир танка, капитан Ромалина Сааб. Наводчик-оператор, капитан Моро Пинто. И механик-водитель, капитан Родригес Лесамо, Винишелла. На левом фланге, танк синего цвета, Социалистическая Республика, Вьетнам. Командир танка, майор Вубачонг. Наводчик-оператор, лейтенант Ле Куан Хьёб. Механик-водитель, лейтенант Дао Ба Те. Вьетнам. Танк синего цвета. Все готово для начала заезда. И звучит сигнал на полигоне Алабина. Поэтому сигнал у команды занимают штатные места в танках. Танки Т-72Б3. Всем участникам этого заезда, как, собственно говоря, и всем командам, участвующим в танковом биатлоне, за исключением Китайской Народной Республики и Республики Беларусь, Российская Федерация предоставляет технику для участия в конкурсе. Команды ознакомливаются с нашими танками. У некоторых государств, участвующих в танковом биатлоне, танки типа Т-72 стоят на вооружении. Ну, а у кого они на вооружении не стоят, то можно, собственно говоря, ознакомиться здесь, в танковом биатлоне с нашим Т-72Б3 и с чистой совестью и спокойной душой закупать их в Российской Федерации, ставить на вооружение современные, замечательные танки. Судья на экране конкурса «Танковый биатлон» генерал-майор Кирилл Кулаков, начальник казанского, знаменитого нашего казанского танкового училища, кузница российских танкистов. Итак, ревод двигателей. Первыми будут стартовать представители Казахстана. Вперед! Команду дает главный судья конкурса. И мы пожелаем удачи казахской сборной. Второй экипаж выступает, уже приступил к выполнению задач. Первая задача сразу же ожидает танкистов через несколько метров после старта. Это «Змейка». Участок маневрирования, в ходе которого необходимо лавируя преодолеть все ограничительные столбы, объезжая их, и выйти через ограниченный проход. Если экипаж нарушает порядок преодоления препятствия, а порядок преодоления препятствия описан в положении, в правилах о проведении конкурса, то главный судья конкурса направляет экипаж на площадку штрафного времени. Пит-стоп, как мы называем площадки, на котором необходимо выполнять норматив, контрольный осмотр машины. Ну что ж, первый экипаж Казахстана уже выступил, и показал время, очень достойное время, 25 минут и 8 секунд. Идет на четвертой строчке первый экипаж сборной Казахстана. В прошлом году команда Казахстана показала лучший результат, и это было 25 минут 52 секунды. Уже в этом году результат лучше. Ну что ж, идет загрузка боеприпасов. Первая огневая задача уже недалеко. После загрузки боеприпасов и доклада командира танка на судейскую вышку о том, что боеприпасы загружены, и экипаж готов выдвинуться на участок ведения боевой стрельбы. Главный судья конкурса подает команду на начало движения и поднимаются цели. В этом году, в соответствии с изменениями в правилах конкурса танковый биатлон, мишени поднимаются одновременно. Сразу же три цели. Дальность до цели 1600, 1700 и 1800 метров. И очень важный момент в первом дивизионе нужно успеть выстрелить по первой цели не более чем за 20 секунд. Отсчет времени уже идет. 13 секунд позади. Есть выстрел. Пока цель не поражена. Один штрафной боеприпас зарабатывает экипаж. В случае не поражения цели можно использовать, не то чтобы можно, а нужно использовать дополнительные боеприпасы. При этом придется снова заглушить двигатель, выйти из машины всем трем членам экипажа и загружать дополнительные артиллерийские выстрелы. Хорошо, хорошо. В яблочко. Прямо в самый центр цели попадает сейчас наводчик-оператор сборной Казахстана. Итак, еще одна мишень остается. Один боеприпас. Выстрел. Блестячая работа. Ну что ж, поскорее. Поскорее нужно выбираться из машины. Загружать один дополнительный штатный артиллерийский выстрел. Калибр его 125 миллиметров. Вновь откроет огонь наводчик-оператор по цели, не пораженной цели. И в случае, если цель будет поражена, то экипаж продолжит дальнейшее движение по трассе конкурса без штрафных кругов. А вот если мишень останется не пораженной, то придется пройти два штрафных круга. Боеприпас загружен. Итак, замиранием сердца здесь на судейской вышке наблюдая за работой своего экипажа старший тренер команды судья да и весь тренерский штаб. Ну и, конечно же, волнение. Сложно передать волнение, которое сейчас испытывает первый и третий экипаж. Здесь находятся на полигоне Алабина и наблюдают за выполнением первой огневой задачи своих друзей, своих братьев. Это братьев-танкистов. Ну что ж, Бауржан Бугибаев. Можно не спешить. Можно не спешить и не торопиться, но все должно быть в меру. Спокойно собраться с мыслями, с духом успокоения. И сделать то, что попросту должен сделать. Поразить мишень. Поразить эту цель. Цель имитирует танк противника. Дальность до нее 1700 метров. С двумя мишенями справились. Но вот одна пока целая и невредима. Ну что ж, ведет поезд в цели. Ведет поезд в цели, по всей видимости. Команда сильная, команда подготовленная. И очень сомневаюсь я в том, что есть задержка. Парни опытные. Наводчик-оператор Бауржан Бугибаев, который готовится вести боевую стрельбу. Второй раз выступает в конкурсе танковый биатлон. Цели знакомы, и трасса знакома. Да и в целом, конечно же, танк знаком. Прекрасно знает порядок ведения боевой стрельбы, и проблем быть не должно. На экранах тренер сборной и говорит о задержке. Каждую задержку в ходе ведения боевой стрельбы разбирает отдельно техническая комиссия. Если вины экипажа нет, то время, затраченное на подготовку в ходе задержки, будет вычитаться. Стартует танк красного цвета. Узбекистан отправляется на трассу танкового биатлона. Второй экипаж, друзья, первый выступил. И ровно идет первый экипаж Узбекистана вслед за первым экипажем Казахстана. 25 минут 18 секунд. Первые экипажи выступали, пришли след в след. Разница в 10 секунд. Ну что ж, посмотрим, как сложится этот заезд. Будет ли снова борьба за лидерство в заезде между Узбекистаном и Казахстаном. А пока змейка. Сборная Узбекистана очень радует нас своей подготовкой. Казалось бы, еще совсем недавно наблюдатель от вооруженных сил Узбекистана прибывал на танковый биатлон два года подряд. Это был 18-й, 19-й год. Наблюдал за всем, как выступают команды. Перенимал опыт. Из 20-го года команда в танковом биатлоне. Друзья, в танковом биатлоне начало выступление с 2-го дивизиона. Заняло первое место во 2-м дивизионе. Отправилась в 1-й. В прошлом году уже выступали в 1-м дивизионе и заняли достойное место. Пятое место было у Узбекистана. Ну а в этом году мы видим, что команда еще более подготовлена, чем в прошлом. Вот кто-кто, Узбекистан умеет здорово делать работу над ошибками. Мишень в поле. Казахстан. Выстрел! Есть цель! Да, потратил время. Была задержка. Но время, повторю, еще раз, время, потраченное на задержку, может быть вычтено. В связи с тем, что если техническая комиссия убедится в том, что вины экипажа не было. Итак, повтор. Повтор. Прекрасная работа. Наводчик-оператор, дорогие друзья, напомню, Бугебаев Бауржан, сержант Бугебаев Бауржан, посвящает этот заезд своей любимой дочери Айкуним, у которой, друзья, день рождения. И мы поздравляем все болельщики танкового биатлона и, конечно же, наши команды, все команды присоединяются к поздравлениям. С днем рождения Айкуним! У тебя замечательный отец. Им гордится вся республика Казахстан. Ну что ж, продолжает выступление. Его открывает огонь. Экипаж на танке красного цвета. Узбекистан. Недолет. Один дополнительный боеприпас. Заработал себе экипаж Узбекистана. Да, безусловно, с первым выстрелом сложнее. Направление ветра на экране вы можете наблюдать. Необходимо все же учитывать наводчику-оператору. Второй выстрел прозвучал, но второй дополнительный боеприпас. Собраться, собраться. Поспешил я немного нахвалив сборную Узбекистана. Ну что ж, быть может дополнительные боеприпасы спасут эту ситуацию. Итак, еще один выстрел. Есель. Есель собрался. Наводчик-оператор еще две мишени. Два дополнительных выстрела. Будем надеяться, что наводчик-оператор справится. Старший лейтенант Фарух Мерсаликов ведет боевую стрельбу. Вел боевую стрельбу и сейчас продолжит вести огонь по двум непораженным мишеням. Второй раз в танковом биатлоне Фарух уже шесть лет в вооруженных силах республики Узбекистан. Итак, повтор стрельбы. Да, недолет. Недолет и второй выстрел не успел скорректировать тренер, подсказать выше, выше, правее ушел снаряд. Ну а с третьим все было здорово, все было замечательно. И будем надеяться, что дополнительные боеприпасы все же удастся использовать по их прямому назначению, поразить мишень, имитирующий танк противника. Боеприпасы загружены, командир танка докладывает о том, что готовы вести боевую стрельбу, а в это время перед Курганом славы проносится экипаж Казахстана, отсечка по времени, первый круг позади, в это же время выстрел, цель поражена. 10 минут 15 секунд Казахстан прошел первый круг, хорошее время, действительно, очень хорошее время. Затратили значительную часть времени на использование дополнительного боеприпаса и была задержка. Я напомню, третий выстрел, третий мишень остается непораженной. Два штрафных круга. В этом году штрафные санкции претерпели небольшие изменения. Итак, друзья, говорит сейчас режиссер о том, что есть попадание, потому что нам покажут повтор обязательно. Нам покажут режиссер обязательно повтор, я думаю, и есть информация о том, что было попадание. С ракурса, первоначального ракурса, попросту было не видно, а снаряд попал в кромку цели. Итак, повтор! Ну да, действительно, друзья, мои сомнения нет никаких. Дальше продолжает движение экипаж Узбекистана. А на трассе конкурса уже три танка. Боливарианская республика Венесуэла выступает в индивидуальном зачете второй экипаж. Опытные парни не впервые уже участвуют в танковом биатлоне. Кто-то дважды кто-то пять раз в танковом биатлоне принимает участие из представителей команды Боливарианской республики Венесуэла. Ну что ж, посмотрим, что получится у наших латиноамериканских дорогих партнеров и друзей. Мадан красного цвета сборной Узбекистана преодолел брод. Летяствие, которое позволяет немного остудить боевую машину. Смыть с нее пыль и на ярком красивом танке Т-72Б3 продолжит движение по трассе конкурсам. Узбекистан в Казахстан идут пока четвертыми и пятыми в рейтинге индивидуальной гонки. Ну а вот у сборной Боливарианской республики Венесуэла дела немного хуже. Уже в этом вопросе обстоят на 10-й строчке. Итак, идет очень уверенно и будет завершать круг. Узнаем мы отсечку по времени уже через несколько мгновений. Какая отсечка по времени и есть ли отставание от команды Казахстана. Загрузка боеприпасов. Три штатных артиллерийских выстрела загружает весь экипаж. Слаженность действий здесь очень важна. Каждая секунда. Каждая секунда казалось бы не имеет никакого значения но нет. Секунда 2 на загрузке боеприпасов. Секунда 2 на установке пулемета для стрельбы по мишени номер 25. Также секунда 2 при установке зенитного спаренного пулемета для стрельбы по мишени номер 9. И вот уже 6 а может быть и 10 секунд как раз таки этих драгоценных секунд может и не хватить чтобы стать лидером заезда а может быть и лидером в этапе индивидуальная гонка. Так боеприпасы загружены экипаж Венесуэлы занимает место для ведения боевой стрельбы для ведения огня 3 мишени в поле мишенная команда работает замечательно мишени поднимаются одновременно и своевременно наводчик-оператор самостоятельно выбирает по какой цели он будет стрелять первый возможно подсказывает командиру тренер в какую первую из мишени открыть огонь и так есть цель есть цель начинает с левой на 1800 метров и поражает ее уверенно поражает нет никакого сомнения а что по первому выстрелу а время первого выстрела к сожалению не удалось не удалось вложиться во время первого выстрела 20 секунд отводится на то чтобы первый выстрел состоялся если время первого выстрела превышает 20 секунд то экипаж отправится на штрафную площадку второй выстрел есель отсечка по времени узбекистан друзья лидирует экипаж казахстана отстает на минуту 26 8 минут 49 секунд у команды узбекистан так загрузка боеприпасов зенитный пулемет корот командир танка команды казахстана будет вести стрельбу по боевой по мишени номер 25 мишень имитирует вертолет противника дальность до цели выстрел но к сожалению один дополнительный боеприпас придется использовать был рикошет был рикошет прилетел снаряд брусер и отлетел попросту немного повредив мишень это не считается за попадание это не считается за поражение цели поэтому один дополнительный боеприпас дымится фаер дымится фаер на мишени номер 25 командир танка знает свою задачу и справляется с ней на оценку отлично старший лейтенант сейджан кабланулы ввел боевую стрельбу и справился с мишенью справился с целью в случае поражения по мишени номер 25 срабатывает фаер ярко дымится но и сейчас мы с вами как раз таки и наблюдали тот самый процесс срабатывания фаера но несмотря на помощь так сказать фаера для нас зрителей о результативности работы несмотря на это каждый раз после заезда выезжают на осмотр целей все судьи осматривают мишени фотографируют и в ходе заседания судейской коллеги возможны корректировки времени но скорее это исключение из правил чем правило третья мишень остается непораженной да поврежденной но непораженной выстрел мимо мимо к сожалению к сожалению всем бы осторожны здесь внимательно нужно быть не допустить столкновения но хорошо хорошо совершил маневр сейчас совершил маневр сейчас механик водитель казахстана в это же время выходил с участка ведения боевой стрельбы друзья в одну и ту же мишень друзья мои стрелял сейчас мы видим что наводчик-оператор боливарянской республики Венесуэла не в ту мишень возможно не в ту мишень ну что ж решение судейской коллеги будет защита на попадание или нет желтая мишень друзья мои самая сложная самая сложная потому что на фоне яркого солнца просматривается она немного хуже чем остальные ну не сказать что ее совсем не видно но вместе с тем так распорядилась жеребьевка цвета танков определены жребием самостоятельно члены экипажа вращали барабан и жребий устанавливал какой цвет танка и в каком заезде команда будет участвовать Казахстан совсем немного времени остается до завершения второго круга казахской сборной и вновь опять как и среди первых экипажей основная борьба в этом заезде развивается между экипажами Казахстана и Узбекистана повтор и вновь повтор боевой стрельбы экипажа Венесуэлы пойдет на штрафные круги пойдет на штрафные круги экипаж но уж далее состоится заседание судейской коллегии и будет приниматься решение посмотрите какой яркий красивый танк желтый цвет ему очень идет препятствия курган сбивает ограничительный столб но в данный момент на данном препятствии ограничительные столбы показывают направление движения экипажей по дорожкам поэтому в целом если экипаж не остановился на кургане не скатился то препятствие считается против так танк красного цвета команда Узбекистана командир танка ведет боевую стрельбу 900 метров дальность до цели 15 боеприпасов выделяется для ведения боевой стрельбы но нет не срабатывает фаер а это говорит нам о том что пока мимо пока мишень не поражена отсечка по времени Казахстан 19 минут и 23 секунды а что нам покажет Узбекистан есть цель друзья мои Вьетнам а Вьетнам уже выполняет первую огневую задачу удивительная команда также начинала свое выступление с 2 дивизиона и вот уже не первый год участвуя в первом дивизионе команда Вьетнама показывает колоссальные результаты подготовки к танковому биатлону демонстрирует нам высочайшие результаты в ходе ведения боевой стрельбы и в целом выполнение всех задач танкового биатлона первый круг у Венесиэлы ну что ж по первому кругу это неплохо 9 минут отстают от Узбекистана на 11 секунд отправляя Казахстан на третью строчку но все еще может измениться у Венесиэлы впереди еще два круга выстрел и так три выстрела прозвучало друзья мои три выстрела прозвучало два дополнительных боеприпаса назначает главный судья конкурса две мишени были не поражены итак повтор и вот вот как раз таки тот самый выстрел который принес дополнительный боеприпас с командой Вьетнам и вновь мимо действительно никаких сомнений попадания не было и даже в кромку мишени ну что ж пожелаем удачи возможно справится наводчик-оператор команды Вьетнама и сумеет поразить мишени используя дополнительные боеприпасы с первым выстрелом справились с временем первого выстрела вьетнамские танкисты справились 18 секунд и первый выстрел прозвучал выстрел ну что Вьетнам это штрафные круги это два штрафных круга хотя хотя друзья мои нужен будет повтор правая часть мишени уж надеюсь мне не кажется правая часть мишени возможно оперением и зацепила мишенью снаряд но на решение главного судьи выстрел 4 друзья 4 штрафных круга назначают сейчас танкистам из Вьетнама и так 4 штрафных круга 1 штрафной круг 500 метров соответственно 2 километра внимание повтор первая мишень была поражена явно видна пробоина калибром 125 миллиметров а вот второй выстрел мимо и третий вновь уходит мимо цели к сожалению все так и есть все так и все так и случилось 2 штрафных круга за каждую мишень непораженную мишень и того 2 километра сейчас основная нагрузка на механике водителя конечно же нужно максимально быстро провести машину по штрафной дистанции и не допустить порядка выполнения задачи на препятствия попросту не нарушать их порядок установленный порядок преодоления а вот и загрузка боеприпасов команды Казахстана осталась одна задача осталась одна огневая задача ее будет выполнять наводчик-оператор сержант Боуржан Бугибаев отсечка по времени команда Узбекистана завершает выполнение задач второго круга идет лидерами этого заезда 18 минут и 41 секунда Казахстан остает на 42 секунды внимание на экране зеленая мишень номер 9 дальность до цели 700 метров мишень стеклянная в случае если будет поражение цели то она разобьется 15 боеприпасов для ведения боевой стрельбы по мишени номер 9 а в отличие от эстафи разбивает дребезги полностью в мишени нет никаких сомнений прекрасная работа Боуржан Бугибаев еще раз напомню о том что сегодня любящий отец поздравляет свою любимую дочь Айкуним с днем рождения и посвящает свое выступление конечно же ей второй раз танковом биатлоне участвует 31 год Боуржану прекрасная работа Боуржан замечательная работа вперед теперь вся основная нагрузка на механике водителей ефериейтор Жанур Жумабаев третий раз танковом биатлоне знает трассу прекрасно знает трассу как дорогу до магазина фактически поэтому я уверен что оставшиеся препятствия будут преодолены правильно загрузка боеприпасов в это время помощник по видеоповторам руководителя соревнований показал главному суде повтор преодоления препятствия Косогор казахской сборной и действительно была ошибка команде Казахстана придется зайти на питстоп как обидно сейчас важна каждая секунда каждая секунда Узбекистан и Казахстан продолжают борьбу за лидерство в этом заезде есть цель цель стоит и прекрасно просматривается мишень номер 25 командир танка капитан Джобани Эммануэль Ремалина ну что ж остаются ли боеприпасы 15 всего лишь на все оказалось бы боеприпасов не так-то и много но тем не менее нам доказывали неоднократно о том что первой очереди первой короткой очереди можно поразить данную мишень 900 метров для такой большой мишени это небольшое расстояние на самом деле ее видно замечательно командиру танка все зависит лишь только от опыта умения самого командира введение боевой стрельбы из дополнительного вооружения танка какой им является зенитный пулемет корт 12.7 калибр цель пока остается непораженной но мы видим что продолжает продолжает целиться внимательно целиться но нет штрафной круг по всей видимости будет штрафной круг уточняем у главного судей конкурса не наблюдали ли поражение цели в приборы наблюдения да штрафной круг назначен всего 5 штрафных кругов придется пройти еще сборной Венесуэлы ведь 4 круга за непоражение мишени номер 12 не пройдены и 1 штрафной круг за мишень номер 25 а 5 штрафных кругов ни много ни мало 2,5 километра фактически еще один круг 4 километра 100 метров длина дистанции одного круга индивидуальной гонки да придется постараться механику водителю очень сильно придется постараться чтобы нагнать то время которое команда попросту потратит на штрафной дистанции так сборная Венесуэлы заходит на штрафную дистанцию а вот и Узбекистан готовится вести боевую стрельбу наводчик-оператор это его работа это его задача стрельба испаренного пулемета ПКТ 7,62 миллиметра калибр его а также 15 боеприпасов 6 из них с трассирующими пулями наблюдает за правильностью выполнения задачи учетчик учетчик на каждом участке есть цель ну что ж хорошая работа вел стрельбу наводчик-оператор старший лейтенант Фарух Мерсаликов участвует в второй раз танковом биатлоне уже 6 лет в вооруженных силах республики Узбекистан браво браво великолепная работа Узбекистан выполнил все огневые задачи в этом заезде а команда Казахстана прибыла на финиш 29 минут и 30 секунд и так первый экипаж выступил с результатом 25 минут и 8 секунд ну что ж немного немного хуже но тем не менее результат очень хороший я напоминаю была задержка техническая комиссия еще будет разбираться и обязательно разберется вынесет свой вердикт в котором подпишутся все технические судьи ну и на заседании судейской коллегии в случае если будут в случае если будут изменения то обязательно эту информацию я сообщу уже в следующих заездах так на данный момент после первого круга у Вьетнама 13 минут и 18 секунд четвертая строчка Узбекистан Казахстан прошу прощения парни из Казахстана выполняю воздельское приветствие благодаря всех зрителей кто сегодня болел и поддерживал второй экипаж ну и конечно же приветствуют тренеры я уверен что все ошибки зафиксированы и сегодня будет над чем поработать впереди выступление третьего экипажа друзья впереди выступление третьего экипажа и нужно третьему экипажу как раз таки совершить яркий скачок в выступлении команды тем самым постараться ворваться в лидеры по итогам индивидуальной гонки у нас отдельная номинация в индивидуальной гонке лучший экипаж будут выбраны лучшие экипажи будут награждены лучшие экипажи и по итогам индивидуальных заездов формируются команды которые проходят следующий этап конкурса эстафета два заезда эстафеты нас с вами ждут уже на следующей неделе по результатам эстафеты мы узнаем сильнейшие четыре сильнейшие четыре команды которые примут участие в финале танкового биатлона 27 августа Шахзот Дусмуродов механик-водитель команды Узбекистан продолжает движение по трассе конкурса немного остается совсем ну что ж борьба борьба продолжается между Казахстаном и Узбекистаном в этом заезде есть все шансы у узбекской сборной у второго экипажа стать лидерами этого заезда среди первых экипажей Казахстан был лидером а Узбекистан пришел вторым сейчас нейтрально все может поменяться болельщики посмотрите друзья мои на лица болельщиков все все конечно же напряжены безусловно поддерживают свою команду и перемешиваются эмоции радости и напряжения волнения конечно же все желают все желают чтобы команда показала высочайший результат чтобы команда отстояла честь своей страны своих вооруженных сил и своих танкистов последнее препятствие на трассе танкового биатлона для команды Узбекистана препятствие противотанковых ров преодолевается без остановки скатывание назад и нельзя задевать ограничительные столбы которые подвешены на специальных устройства устанавливается на пидстопе была ошибка была ошибка на косогоре был сбит ограничительный столб и вынуждена команда перед финишем вот он уже виден прекрасно считанные метры до него остаются но необходимо остановиться и выполнить контрольный осмотр машины это правило это условие и как раз таки то самое наказание этой самой санкции за нарушение порядка преодоления препятствий все можно занимать штатные места заводить двигатели продолжая движение по трассе конкурсу второй экипаж Узбекистана завершает выступление в индивидуальном зачете время 27 минут 50 секунд я уверен что этот экипаж будет лидером потому что до финиша буквально 5 секунд друзья приветствуют лидеров этого заезда болельщики Узбекистана вот и финишная прямая вот и финишная прямая все второй экипаж Узбекистана завершил выступление 28 минут 11 секунд опередили второй экипаж Казахстана на 1 минуту и 19 секунд ну что ж вспомним этих ребят еще раз командир танка капитан Шавкат Мамадеров наводчик-оператор старший лейтенант Фарух Мерсаликов механик-водитель младший сержант Шахзот Дусмуродов Узбекистан второй экипаж браво танкисты великолепная работа Узбекистан 4 мишени из 5 поражены но можно отметить что это однозначная оценка хорошо хотелось бы 5 из 5 но 5 из 5 у Казахстана тем не менее была задержка у казахской сборной и были нарушения по порядку преодоления препятствий в связи с чем немного команда и отстала по времени но напомню о том что еще впереди работа судейской коллегии впереди работа технической комиссии нужно будет разобраться в чем была причина той задержки которая была у экипажа Казахстана ну а на данный момент 28.11 и 29.30 результаты экипажи Узбекистана и Казахстана команда Вьетнама ну сказать что сильно спешит конечно так не скажешь парни не торопятся а может быть и правильно делают все-таки спрыгивать с танка ну можно попросту повредить ногу и продолжение участия в заезде будет фактически невозможно поэтому ребята не торопятся делают все уверенно и делают все правильно мишень уже в поле дальность до цели также 900 метров итак мишень не поражена мишень не поражена сдает сейчас задним ходом выходит выходит с участка ведения боевой стрельбы и продолжит движение по трассе конкурса придется зайти на штрафной круг ввел стрельбу командир танка майор Губачонг два танка на трассе конкурса Венесуэла завершает второй круг и Вьетнам на втором круге но здесь решается кто же будет третьим в этом заезде невероятная поддержка невероятная поддержка здесь на полигоне Алабина вьетнамской сборной если был бы чемпионат отдельный этап конкурса танковый биатлон и мы выбирали бы лучших болельщиков то я думаю болельщики Вьетнама однозначно были бы в лидер друзья конечно нет равных болельщикам Зимбабве нет равных болельщикам Зимбабве но Вьетнам тоже очень ярко и сильно поддерживает свою команду а в дни когда команда не участвует то все эмоции вьетнамской сборной всех болельщиков Вьетнама отправляются в сердца экипажей которые участвуют в тот день когда Вьетнам не принимает участие в заезде второй круг фактически позади у Боливрянской республики Венесуэла механик-водитель курсант второго курса военного танкового училища Энкель Александр Родригерс Лесама ведет боевую машину 26 минут 18 секунд да серьезное оставание от лидера 7 минут 37 секунд из Бакистана по кинешированию на втором круге препятствие колейный мост хорошо нарушений не было здесь нельзя допустить скатывание с колеи схода с колеи и остановки но никто этого не допускает а вот друзья мои как раз таки препятствие новое препятствие участок остановки где необходимо установить на штатное место пулеметы на втором круге устанавливается зенитный пулемет на третьем круге спаренный пулемет ПКТ для стрельбы по мишени номер 9 уложены пулеметы на столах каждая команда знает свой пулемет по мишени номер 9 так в руках экипажа сейчас ПКТ пулемет Калашникова танковые калибр его 7,62 миллиметра ну что ж пулемет установлен нет 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 пока еще пулемет не установлен несколько мгновений я думаю и мы увидим как он появится из башни в соответствии с правилами вновь нужно выйти из боевой машины обозначить построение тем самым показать что мы готовы продолжить движение пулемет установлен и отправиться к мишени мишень номер 9 уже ждет с нетерпением стеклянная мишень когда же наводчик-оператор ее поразит ну что надпись яркая на танки Венесуэлы я думаю пока что еще и неоднократно победить за Венесуэлу написано на ней уточняем сейчас у тренера сборной что же написано преодолевает препятствия брод правильно преодолевает не останавливается экипаж Вьетнама но я еще раз напомню о том что все команды принимают участие в конкурсе на танках предоставленных Российской Федерацией танки Т-72Б3 танк был принят на вооружение в 2012 году главным отличием его от предшествия является повышенная мобильность и более мощный двигатель усилена окневая мощь и модернизирована система заряжания мощность двигателя 840 лошадиных сил что позволяет танку развивать скорость по официальным данным техническим тактико-техническим характеристикам до 70 км в час но танкисты доказали нам что этот танк способен на больше рекорд танкового биатлона в скорости не побит и был он установлен в 2020 году нашим экипажам экипажем 84 км в час сбит столб сбит столб сбит столб на препятствии Косогор команде Венесуэлы придется зайти на бит столб за нарушение порядка преодоления данного препятствия так повтор Косогор да и вот тот самый момент цепляет к сожалению болельщиков и конечно же к сожалению экипажа тренерской группы второй третий столб цепляя заваливает но нет разницы завалили один столб или завалили все столбы разница только в том что мишенной командой работникам работникам полигона Алабина придется эти столбы восстанавливать отсечка по времени Вьетнам 24 минуты 38 секунд ох как опасно сейчас преодолевал препятствия колейный мост да был сход сход с моста был сход с колеи друзья ошибка будут выполнять контрольный осмотр машины по указанию главного судей конкурса вот внимание повтор да нет никакого сомнения нет никакого сомнения полностью ушел влево и прошел не по колее а в случае реальной работы реальных боевых действий сход с колеи это возможно и потеря танка ведь попросту под колеей может быть все что угодно вода либо обрыв поэтому здесь нужно быть внимательным ну или в конце концов мина которая может нанести танку урон так продолжает движение вьетнам установлен пулемет да установлен пулемет у вьетнама третий круг впереди последняя огневая задача по поражению целей не очень здорово вьетнам одна мишень из пяти и это одна мишень номер 12 конечно же в приоритете мишени номер 12 и как я и говорил ранее за их не поражение ни один а два штрафных круга в этом году но тем не менее этого очень мало в первом дивизионе я думаю что минимум четыре мишени должны быть поражены ну что ж как есть так и есть возможно с волнением немного не справились вьетнамские танкисты все благополучно для того чтобы танкисты стреляли и попадали погода замечательная на полигоне Алабина нет сильного ветра и при стрельбе поправка на ветер ну фактически ее можно и не учитывать потому что ветер один ну два метра в секунду мишень в поле 600 метров дальность до целей поднимаются мишени номер 9 на рубеже от 600 до 800 метров первый экипаж Вьетнама уже выступал и показал время 34 минуты и 50 секунд но на данный момент 27.46 возможно возможно что выступление будет лучше чем у первого экипажа а вот у команды Венесуэлы пока сложно пока сложно говорить о том что нам покажет венесуэльская сборная 47 минут 5 секунд показал время экипаж боливерианской республики Венесуэла на данный момент 33 минуты 54 секунды но вы знаете я думаю тоже будет время у второго экипажа лучше чем у первого ну что ж пока нет стрельбы ведет поиск цели точнее ему тренера сборной Венесуэлы в чем дело неужели не видит цель докладывают о задержке ну задержка при стрельбе из пулемета ПКТ 90% это неправильная работа наводчика в ходе загрузки неправильная загрузка возможно где-то ошибся так ждем 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 результативной боевой стрельбы друзья но пока к сожалению ее нет останавливается в это же время и танк сборной Вьетнама а прямо перед Курганом Славы сдают нормативы по технической подготовке представители Китайской народной республики они сдают нормативы на своих танках тип 96Б я напомню два норматива в этом году сдают в обязательном порядке все экипажи по замене гусеничного трака который выполняется всеми членами экипажа и второй норматив который сдают экипажи подготовка танка к самовытаскиванию с помощью бревна каждый экипаж участник танкового биатлона пройдет через нормативы отдельно поздравим лучший экипаж танкового биатлона по технической подготовке так на экране две мишени след след идут друг за другом танкисты вьетнама и венесуэлы но с учетом того что вьетнам хорошо разбивает добивает мишень все стекла в древесине великолепная работа с учетом того что вьетнам стартовал четвертым я напоминаю и уже сейчас он становится не просто лидером между противостоянием двух танковых экипажей опережая венесуэлу но в целом он очень и очень сильно отрывается от сборной венесуэлы покажет результат намного лучше и разница во времени будет около пяти а может быть даже и семи минут докладывает сейчас наводчик-оператор сборной венесуэлы о том что оружие разряженное боеприпасы израсходованы полностью а цель не поражена один штрафной круг венесуэла 37 минут 10 секунд итак один штрафный круг это около минуты итого 38-15 если команда дойдет до финиша экипаж дойдет до финиша и не нарушит порядок преодоление препятствий то возможно вложится в 40 минут и станут лидерами среди своих экипажей в своей же команде это тоже очень важно это тоже очень важно для команды ведется рейтинг внутри каждой команды тренеры наблюдая за выступлением своих экипажей своих танкистов делают выводы парни делятся опытом и третий экипаж которому предстоит еще выступить в каждой команде он получается теоретически будет подготовлен максимально потому что он узнает о всех-всех ошибках которые допускал первый экипаж второй экипаж поделится своими проблемами которые возникли в ходе выступления в индивидуальном зачете но третьему экипажу останется лишь только впитать всю информацию и применять ее на полигоне и так 68 километров в час скорость движения по прямолинейному участку фиксирует GPS трекеры GPS трекеры установлены в каждом танке что позволяет нам наблюдать местонахождение экипажей на трассе танкового биатлона ну и конечно же фиксировать скорость участок минозырном заграждении огромное количество мин нельзя наехать ни на одну мину ну что скажет учетчик судья в поле поднимает беды флаг не было нарушений хорошо осторожно внимательно не спешить не торопиться механику водителю четыре препятствия остается и второй экипаж Вьетнама завершит выступление в индивидуальном зачете 34 минуты 50 секунд время первого экипажа Вьетнама но сейчас уже 33.15 ну так же как и у Венеселы есть возможность второму экипажу стать лучше чем первым и если все будет так все будет так дальнейшему происходить что у третьего экипажа все шансы стать лидером в команде может и войти в тройку пятерку сильнейших в индивидуальном зачете команда Венеселы экипаж прошел штрафной круг и так же сейчас на прямолинейном участке движения по трассе конкурса на экране механик водитель сейчас вся работа основная работа на нем введение в боевую машину не нарушая порядка предъявления препятствий и финиширует курсант второго курса НКЛ Александр Родригас Лесама Итак, друзья сегодня один заезд осталось до его завершения совсем немного времени ну а завтра 17 августа мы все с нетерпением ждем заезда первого дивизиона в 10 часов Китай Беларусь Россия и Киргизия также завтра состоится показ в рамках Международного военно-технического форума здесь на полигоне Алабина ну а 18 августа заезд второго дивизиона скоро мы узнаем как выступят экипажи под номером 2 Ирана Зимбабве и Южной Ассельсии Итак встречает свой экипаж встречает свой танкистов болельщики Вьетнама хорошая работа стартовали четвертыми а пришли уверенно третьими вот и та самая надпись на танке Боливарянской Республики Минюшелла финиш Вьетнам 35 минут 10 секунд отстали на 6 минут 59 секунд от лидера но тем не менее 35 минут 10 секунд тоже однозначно гораздо лучше чем нет нет друзья мои я прошу прощения не успели не смогли немного опередить свой первый экипаж первый экипаж 34 минут и 50 секунд поэтому первый экипаж остается лидером в своей команде но тем не менее нужно поработать придется поработать тренером и сделать все для того чтобы третий экипаж был намного лучше вместе с тем мы поздравляем команду с выступлением сделали все что смогли да что-то не получалось но страшного в этом нет ничего выполняя воинское приветствие благодаря сейчас свой тренерский штаб благодаря всех болельщиков кто здесь на полигоне Алабина наблюдал за выступлением команды Венесуэлы ну и конечно же смотрел этот заезд в эфире телеканала звезда второй экипаж Вьетнама 35 минут и 10 секунд ну и приближается венесуэльский экипаж к финишу стартовали третьими пришли четвертыми по поражению мишеней три из пяти удовлетворительно по крайней мере неплохо неплохо не получилось многое по порядку преодоления препятствий было много пидстопов было много штрафных кругов пять штрафных кругов пришлось пройти команде четыре штрафных круга за двенадцатый мишень один штрафный круг за непоражение мишени номер 25 ну что ж Венесуэла 42 минуты и 36 секунд было 47,5 у первого экипажа поэтому внутри команды этот результат лучше этот результат лучше пиват Венесуэла мы поздравляем всех болельщиков с выступлением команды все целые невредимые нарушений техники безопасности не было но и вспомним танкистов Венесуэлы капитан Джобани Эммануэль Ремалина наводчик-оператор капитан Асфальдо Хосемора Пинто и механик-водитель курсант второго курса Энкель Александр Родригес Лесама развивается желто-синий красный флаг Венесуэлы здесь на полигоне Алабина 21 государство 21 страна принимает участие в этом году в танковом биатлоне ну а в армейских международных играх в 34 конкурсах принимает участие 35 стран нашего земного шара 258 команд и важно что принимают конкурсы не только Российская Федерация а еще 11 государств впервые в этом году принимает участие в армейских международных играх Руанда друзья мои Руанда принимает она участие в таком конкурсе как армия культуры армия культуры по братьям конкурса танковый биатлон самые творческие и приятный конкурс на котором можно услышать прекрасные песни увидеть замечательные номера артистов военных артистов стран участниц главный судья конкурса Файлер Ольга Владимировна итак друзья мои внимание результаты Венешуэла 42 42.36 Вьетнам 35.10 Казахстан 29.30 и Узбекистан 28 минут 11 12 секунд завтра 17 августа завтра среда долгожданная среда когда выступит второй экипаж Российской Федерации пока остается лидером в индивидуальном зачете первый экипаж России Восточный военный округ показали время 20 минут и 12 секунд далее идут белорусы Китай Казахстан первый экипаж и Узбекистан первый экипаж ну а далее в соответствии с таблицей представленной на ваших экранах замыкает два экипажа Венесуэлы к сожалению два экипажа Венесуэлы пока идут не очень здорово а команда которая займет последнее место в этом году в следующем году будет принимать участие во втором дивизионе ну и конечно же не сможет пройти в полуфинал давайте посмотрим лучшие моменты этого заезда Венесуэла стартовала на желтом танке а стартовали третьими команда принимает участие далеко не первый год друзья команда Венесуэлы вместе с нами более уже чем 4 года сильные танкисты подготовленные танкисты но это соревнования это спорт в том числе и по всей видимости бывают такие моменты когда попросту экипаж справляется с волнением и допускает ошибки Вьетнам Вьетнам продолжает нас радовать но у второго экипажа были действительно серьезные ошибки очень надеемся на то что третий экипаж справится намного ярче с этими задачами и покажет нам намного интереснее заезд хотя и этот заезд тоже был очень хорошим я считаю Вьетнам пришли третьими третья строчка пока первый экипаж Вьетнама остается лидером внутри команды второй экипаж немного хуже вся надежда на третий экипаж Казахстан Казахстан друзья мои в прошлом году в танковом биатлоне занял третье место была невероятная борьба за третью строчку в финале танкового биатлона между Казахстаном и Азербайджаном и фактически вырвали победу заняв третью строчку у азербайджанской сборной команда идет уверенно команда хорошая сильная команда парни принимают участие не впервые знают прекрасно полигон но говорить о результатах которые будут нас ждать в полуфиналах финалов конечно же еще рано Узбекистан сложно поверить что еще совсем недавно эта команда была во втором дивизионе друзья два года работы наблюдателя который сегодня продолжает выполнять обязанности старшего тренера команды два года он наблюдал здесь на судейской вышке за тем как выступают другие команды два года он спрашивал и интересовался у тренеров других команд как вы готовите команду как вы проводите занятия по боевой подготовке и применив весь опыт всех команд участвующих танковом биатлоне он сумел подготовить команду с первого года сумел сделать так что Узбекистан стал первым во втором дивизионе и теперь Узбекистан выступает очень ярко в первом дивизионе среди сильнейших танкистов мира и вы знаете у Узбекистана есть огромнейшие шансы попасть в лидеры индивидуальной гонки ну что ж друзья всем еще раз огромное спасибо всем кто сегодня смотрел танковый биатлон в эфире телеканала Звезда всем тем кто был с нами на полигоне Алабина с вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров берегите друг друга любите друг друга и будьте счастливы ваше Министерство обороны Российской Федерации всегда с вами рядом спасибо спасибо Спасибо.